Добрый день, уважаемые зрители, с вами канал Дневники Бродяги. Сегодня мы отправляемся в небольшой семейный поход, небольшое путешествие с Плопарики, Белый Юс. Мы находимся в Хакасе в районе Пешира. Сейчас вот мы уже приехали, катамаран собрали. У нас живет Машка, и мы готовы уже справляться. Все уже собрано, Паша уже уехал. Сейчас пойдем вовно туда, и там уже будем спускаться на воду. Изначально этот ролик должен был быть еще длиннее. Ведь мы планировали два сплавных дня. Первый от Миндоля и до Ефремкина, и второй от Ефремкина до моста от поселочка Черная Речка. Но из-за низкого уровня воды было принято решение сплавляться только один день. Мы даже тут местами по камням процарапывались. А что же будет тогда там, где и высокую воду завал называли? Три, ну. Одну же запаснула. Самоспас проверь. Доставался легко. Он не был запутан. Вот он, все, висит. Готов? Готов, да? Нет, ты его вытяни полностью, ты же не можешь из-за кинга. Все, ты вот по избу где-нибудь саливайся, что-нибудь еще. Ну давай, на улицу. Речка горная, быстрые, сбилистые, поворотные. Полное внимание на реку. Некуда больше на реку. Полное внимание. Носы, если команда никакой не поступает, носы ровно посередине. Не важно, начало заносить. Если я говорю, я тебе лучше лишний раз скажу, что я контролирую или носы влево. Носы влево, носы вправо. Носы влево команда делает. Выполняется двумя способами. Либо ты гребешь, либо я табаню. Носы вправо. Либо ты табанишь, либо я грибу. Да, то есть, ну, тут можно понимать двумя способами, да? Стараемся держать носы по дрифту. Сейчас идем, да, середина реки, ты видишь где? Носы туда выходят. Мы выходим на течение, идем по середине. Команды выполняем быстро и гребем всегда. Нет такого, что ты сел и сидишь, отдыхаешь. Ты всегда, если ты отдыхаешь, ты смотришь. Если ты не смотришь, все. Идем аккуратно и внимательно смотрим. Эта часть реки довольно спокойная, хоть она и быстрая. Но по таким рекам ты еще не ходил. Контроль реки, контроль судна полный. Давай, выходим в течение. С правой стороны я камень убил, не метров по секунду перед ним. Все, носы на центр. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Да, здесь вправо, здесь нас ливень накрывал. Да, здесь вправо все нормально. Сейчас дрестуем спокойненько. А, нет, вон туда надо было. Ничего страшного. О, здесь проход есть. Ну, про эти бревна тебе говорю. Видишь, какой выход маленький. Я вижу, вижу. Не, не бойся. Проходим, да? Ну, совсем маленький проход, но пройдем, надеюсь. Мелко просто здесь. Что там у тебя по берегу нормально? По берегу вроде бы да, но вот как-то с левой порядке еще более полный. Не, я имею в виду смысл дно. По Тае там, ходу, ходу. Ну, как будто справа глубже всего. Сейчас пока по правой стороне пойдем. Ну, как можно ближе к нему прижаться, к этому бревну. Что-то сходим не отговоришь. Да, и сразу уходим вперед налево по течению, видишь. Там, там отмель даже. Там не то, что бревну, там отмель. Так, ходу, ходу, ходу. Ходу, ходу. Ходу. Все, прошли нормально. Ходу. Да, монтега. ну да интересненько перекаты вон по ту скалу вот режим да да вот сейчас подходим к тому руслу где бы мы там где слева проходили где решали влево вправо сейчас посмотрим на него что там за русло хода ну на такой тут надо и вот за этим поворотом за этой скалой по-моему уже шеверата на ходу сгоревший лес но когда-то был пожар довольно много выгорело мы переближаемся к очередному шумному перекату завала раз будем смотреть как все обходить в принципе читаем по левым там видишь на выходе давай-ка на берег ходу берегу на берег прям на берег там выходим там что-то мне там не нравится если там проход не просто не вижу отсюда там бревно но может уже коряло агова через меня разворот ходу нет 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 все нормально надо надо за это бревно идем ты смотри где там все лежит в воде мало ли утром под да 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 одну все время дрифтуем но проход под школу она здесь слева ломанулись казалось там завал там ничего страшного как бы Речка такое дело. Красивый камень. Какое-нибудь бревно или еще какой-нибудь камень. Так, сейчас вот поворот где-то здесь должен быть уже скоро. Он должен потом налево где-то еще. А, ну сейчас по дороге, вот к этой мы сейчас пойдем и вот под эту скалу уйдем получается. Сейчас вот здесь поворот, к дороге выходим и вот она там, где-то там шевера должна быть это. Домой? По прямой, да? Давай здесь отнесем, да? Нет, слой обнулся. Лучше вот поспокойней, по водичке. Садаемся, отдыхаем. Пригладаем мешочки для удобства хранения всякого мелкого. Барахлишко. Чего там? Три километра и восемь, то в чем у нас получается? Одиннадцать прошли. Ну вот подходим уже. Подходим к Шевере. Где-то вон там она за поворотом. Это вот здесь. Скоро скоро уже. Пашки нету? Пашки нет, не вижу. Вон ты берешь голову. Вон шевер, видите. Где-то там шевер, вон камни эти. Да, вижу. Ну, слева ходят. Ну да, Пашки, нету че? Вон птица. С левого, вот прямо в берегу. Берегу. Похода? Ну да, помаленьку. Вот. Нет, это не то место. Там же камень стоял, но с берега снимали. Вон он. Дерево затонало. Вы еще помните, видно, сказал проезжали. Проезжали, да. Проезжали, да. Это какое место? Там камень большой стоял посредине. Вон он. Что ты говоришь? А. Вон место это. Чуть-чуть не дошли. Сейчас дойдем. Бьет по глазам адреналин. Переживем. Ну и что ж с ним? Такие волны катамара, но не страшны. Такие волны катамара, но не страшны. А вон сидят ту ри сты. Та ра та 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 там. Та ра та 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 тем. Тиреям тиреям. Тиреям тиреям. Тиреям тиреям. Тиреям тиреям. Кайфовая овечка. Обалдежек. Ты казак. сейчас дойдем до бобровой заводе там перекусим немножко на за ней желудок уже урчит немножко запад задержались под запастали 12 выскочили прям на воду прямо тоже торопились торопились ну ничего страшного сейчас мы дома перекусили с собой взяли мы идем сюда сейчас налегке почему павел сейчас поехал он поехал на финиш на финиш первого дня в ефремкино нас там под мостом подождет мы там вместе вторым переночуем поэтому все вещи едут там у нас сегодня собой прям вот только походный минимум да это вот здесь у нас аварийка сумка аварийка здесь лежит и вот здесь у нас вещи всякие разные здесь вот электроника штатив стоит вообще я прям 0 поэтому не мы понедельник не проедем не габариты да к сожалению не габарит и проход да но красиво смотри какой-то перекатом вправо влево да вот там классно все на каяке можно купить ну нет слишком мелко там тучки заходят с этим обещали без 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 дождя ну жарко да жарко прошли в стенгажурскую шеверу ну как мы ее не ходили мы и обошли на самом было прикольно да интересненько прикольное место да очень мне прям резко понравится так что у нас до упрошка надо заряжать им все поставим зарядочкой пошли первый участок прошли и нам впереди еще 30 . нормально пройдем это здесь вообще какой-то завалы заносы где проход непонятно так дабы не ходу пошли и поскочили вот так лодка а так все дела пройдет чали да давай отчалимся вытаскивай нас вот есть кто может у кого-то с берега конечно с двое смыло так сейчас короче идем в левый берег и вот за этой косой чалимся осмотрим лодку не очкуй ну что мы нашли лодку попробуем носать и у нас есть гарпун крюкошка но я имею душу гарпуном достать давай встань осторожно осторожно неудобно для зацепа осторожно чтоп тебя далеко далеко опалка не достань там течение сильные достанет полка А теперь, по-моему, и гарпун не снимем. Да, давай, пошло, пошло. Вверху можно сломать, аккуратно. Да-да, если что, хрен с ней, пускай смывает, понял? Пускай веревка не выдержит, так, по-моему. Гарпун потеряем, ну ладно. Прям намотала, хорошо намотала. Так, напусти палку. Ну что делать? Саму это намотала. Крюк зацепился или что-то. Ага. Ну ничего страшного, что. Так, что можно сделать? Порвать? А вот. Как ее намотала, она, сука, зацепила за сук чем-то там. Ну и хрен с ним держится, в принципе. Крепко сильно. Давай на ту сторону перейдем. И по бревну пройти. Не, уже не снять. Я круг снять не могу, видишь. Ну все, собирай вещи. И сумки все эти. Зацепилась же, а? Да ничего, пойдем дальше что-то. Ну а что делать, конечно. Ну а как ты ее достанешь? Никак. А? Это под этот, зацепи. Под сумку впереди какой-нибудь. У тебя веревка крепко держится, не рвется. Оставлять не хочется ее. Прям не рвется. И не этот не разрывает гарпун. Не рвет. Поехали. Ладно, поехали. Времени мало. Ладно, чего теперь? Отрезай, держи. Крепко держи. Сейчас отрежу. А там где-нибудь отвалится, отстрельнет. Сейчас только не упади. Ну, попытались снять, не получилось. Ну, лодку, короче, достать мы не смогли. Гарпун сильно зацепился. И, короче, не смогли мы. Минус гарпун, минус веревка. Попытались выдернуть, попытались с другой стороны. Никак. Ее сильно намотало всю, там, поизорвало. Зацепило за бьевну. Теперь будем смотреть, где люди. Возможно, где-нибудь сидят. Ну, я так думаю, просто у кого-то смыло с берега ее. Хотел аккуратненько за эту зацепить. За стропу. Ну, видать, за стропу он и зацепился. Замотал со стрием. Ну, ладно, блин с ним. И, главное, не отрывало. Открепка держалась. Ладно, что делать. Попытались. Попытались людям помочь. Не получилось. Там люди стоят. Вот там где-то встали. Мы видели. Катамараны, рафты и лодка. Может быть, это, конечно, их лодка. Ну, не знаю. Снять мы и все равно, к сожалению, не смогли помочь, чем ребята. Так бы, конечно, обязательно. Хотя бы даже драны дотащили бы им отдали. Весла бы сняли. Ну, действительно, они стоят. Там три или четыре судна. Мы по этой стороне пошли. Потому что ту сторону, во-первых, я не знаю. Как там ходить, я не знаю. И, насколько я помню, там хуже. Здесь, вроде, полегче пройти. Сейчас мы под эту скалу выйдем в итоге. Вот на этом повороте сейчас будет бобровая. Вот что-то маленькое совсем. Походу. Ой, тут мелко. Совсем все заросло. Вообще нету бревен. Я помню, там два с копейками метра. Нет, все порастащило. Уже даже деревья выросли. Вон там сидит коршун. На выходе, кажется. А может, это бревно. Может, бревно так стоит. Так, к ходу. Ведешь, там склик мелкий. Да. Так, табань. К ходу. Здесь можно сейчас сесть с баллоном. Осторожно. Хорошо. О, вот здесь все как-то. И на выходе, видишь, бревно стоит. Да. Смотри бревна. Ага. Табань. К ходу. Нет, нет. Да, да, да. Ну, по праву сейчас. Там корягивайте, аккуратно. Где? А, вот прямо здесь. Здесь-то я вижу, я хожу подальше. Спасибо, я назову это уже. Спасибо, да, да. Откопаться. Ага. Да, только под бревно осторожно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Табань, табань, табань. Идем аккуратно. Я вижу, поперек нельзя в этот заходить. А, нельзя? Нет, я говорю, на отмель нельзя поперек залазить. Табань. Процарапаем дно поперек. Это хуже, чем вдоль. Доль хотя бы какая-то защита есть. Вон люди еще впереди, смотри. Что, машины что ли там? А, там же этот, домик рыбака. Там дальше стоит домик рыбака и эти стоят. Как они? По течению. А, коровы ходят здесь. А, все по течению. Давай до них подойдем. Давай узнаем. Про лодку скажу сейчас. Вдруг сейчас слышали уже по местным новостям. Вон перед корнем. Перед корнями? Угу. Там улово. Ну а не улово, там это стоп. Нормальность. Табань. Входу. Так, возьми микрофон себе. Давай. Взял. Давай. Покуда на берег. Всели меня. В полкуля метра, у меня какая-то волка высота на локом, и локом, и локом. Эй, вот так. Стояла. Зиллионы волка там четко вице. Не упал я выил? Нормально? Вот буквально километр. А вы до Ифренкина сейчас, а потом нижнюю, до Маста, на Черной Речке дорога. Ну если позволит речку, завалов много. Ну а сейчас до Ифренкина переносим, там уже поедем дальше. Они сейчас наверное слева в русло могут идти. Сейчас маленько передохнем, сын подустал уже. Выходи. Разгоните. Слышал? 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 Да, да, я слышал. Стрелочка хорошая, да. Уходи. Да, рисунка слева. Дерево. Дерево. Не заметил. Зеленого леса. Рыжий лес. Даже одно дерево. И одно там. Спорили несколько или одно. Ну все, сейчас дальше будет такой развивший такой широкий. И вот это. Ну долго давай вытянуться. А потом снова начнется. Сейчас развивший пройдем, да. Расслабимся. 20 на этот метр прошли, еще 30 пишет. Я не помню то ли 40, то ли 50. Ваня говорит 40. Я смотрю по картингу 20. Ну значит 40, значит еще 20 осталось. Плюс-минус. Ну будем смотреть. Сейчас посмотрю в телефоне. Подписан по навигату, по трэпу и уже с определимся. Нашли до небольшого затяжка. Ну здесь течение идет, но довольно тихо, спокойно, жарко стало. Там жарко. Опять тучки мы вот немножко небо под закрыло. Ну прям жарко. Вроде июля, а вот не покупает. Ну да, да. Половина примерно прошли, но я так думаю скоро будет у нас водопой. За водопоем там уже скоро начнутся туристы с плавниками, и мы с ними покатаемся. Надеюсь у никого не стоит. Да, должен быть. Бобры были точно? Да, может поломал бобры. И пена плывет. Угу. Ах, какие-то запищалок. Ах. Тротивные песковики рискаются. Ну да. Тропинки из леса сюда. Видите? Да. Тропинки из леса. Тут много оказывается дорог уже. Должно здесь не было очень много дорог. Ну и прямо в берегу выходят. Красиво. Березные. У меня там все так нависчиво. И постепенно и с мною куда-нибудь туда и утащим. А, ну сейчас работает. А, камеры не достану. Ну, ну. У нас не нравится. Подходим к месту ночевки, где раньше несколько раз останавливался. Какие-то половины пути. Поэтому там, где машина, где мы здесь не останавливались, разговаривали. Но, оказывается, нет. Вот здесь вот эти пацаны по телефону по карте. Подходим. А, маленько перейти, по-моему, завал какой-то. Завалов очень много. Ну, по-моему, с каждым годом. Столько много. Я здесь давно не был. Восемь лет, наверное. Там много и их будет мало. Вот она, эта скала, где мы ночевали, напротив нее останавливались. Красивое место. Классное простое. Да, вот здесь я уже помню эти места. Перед этим. Красивое. Да, мы просто снимали это место. Я помню, да, сейчас такая восьмерка красивая будет. Вот. Но в ролике дело, там девушка пыталась дотянуться. Дори, да. На байдар пришел рядышком. Полный вперед. Полный вперед. Да, надо... Что, наверное, давай... Право-право. Блин, сразу вправо, да? Да. Здесь сразу. Пока глубоко. А, про это где? Про корягу. Нет, я про это место. Видишь, спуск более глубокий. Там совсем мелко, мне кажется. Ну, вот сейчас по берегу. Сейчас готовься оттормаживаться здесь. Может, тормози перед этим. Ну-ка, смотри сейчас. Я прохожу нормально. А, нет, проходим нормально. Все. Отлично. Это хорошо. Ну, где-то пробивается между этими, вот, между горами. Мне сейчас будут смотреть сериалы. Ну, да, возможно, там... А, Вифренкин это связь, наверное, будет. Под мостом-то будет. Да, красота-тища. Скалы тут такие начинаются. Сейчас дальше еще больше горы будет, скалы. Там вообще классные, они там прикольные такие. Линиями. Смотрел, одного там ролик сплавлялись, они как раз часто туристы сплавляются с компанией. Без названия ставим компанию. И вот там этот, он местный, он говорит, что вот эти линии, которые образованы на скале, это уровень воды, где раньше было. А это, офигеешь, там какая высота горы. То есть, это либо так скала поднималась, ну, то есть, протачил, либо с такой высоты это июз проточил. Ну, я не знаю, как бы, у меня большие сомнения по этому поводу, но раз человек местный, может быть, он как бы, ну, в курсе, сколько там тысяч лет этого протекало. Вот. Да, это как раз вот где эти, ящик Пандоры, крест, пещеры знаменитые наши. Ну, какой залог переезд, смотри. Там еще проход-то есть? Да, есть. Справа? Скорее всего. Ну, по-моему, справа проход должен быть, да. Да, ну, вот сейчас мы с тобой входим уже в царство дяди Миши. Здесь уже ходят медведи. Сейчас вот дальше пойдем, там будет место, водопой я его называю. Песочный берег такой большой, как раз поворот и высокая такая, это, насыпь песочная, ну, как берег осыпается. И вот там можно встретить следы медведя. Сейчас пойдем посмотрим. Но тут уже нужно быть прям, ну, внимательным, предельно внимательным и это, по сторонам посмотреть. Сам здесь я не встречал медведя, но следы, как бы, да, они немного заставляют поднапрячься. И долго не задерживался на месте. И долго на одном месте, да, не задерживался. А вот и коровки стоят, орут. А это кони. Это кони. А вот там дальше коровы есть. Деревья два прикольных стоят. Красота. Прям вообще любую сречку. Невероятно красивая река. Тут смотрим внимательно. Понял. Ну, бревно, видишь, торчит. Здесь мелко. Понял. Ну, поворот, кстати, хорошо. Вон здесь притопило деревья-то, смотри. Ну, где притирки? Там еще метра два в запасе, как бы, нормально. Можно дальше? Да, да. У меня это здесь чисто. У тебя смотри пока. А сейчас нас туда как раз подтащит. Спокойненько выходим. И нам что, вот так налево, потом вправо. А вон вот так вот и крутится, вот так вот весь. Ну, видишь, же карта. Он весь так и вращается. Спереди еще. Ну, впереди что-то, ага, к ходу. Что-то там много завалов. Маневрируем. Это лес, видимо, смыло. Смотри, протока. Целая новая протока появилась. С той стороны. Лесочек целого промыло. Так, за этим сразу влево. За пустом. Я понял. Да, в запасе. Время. Вижу, вижу, вижу. Где он между ними? Табань. Ты же видишь табань. Что заносит? Ну, вот между ними пройдем без проблем сейчас. Входу. Тут просто с моей стороны мелко. Там бревно. Здесь не опасное. Просто куснут какое-то смыло. Вот заканчивается, вот оно где. Ага. С лавом такой. Красиво. Шли-то вот, где по сути, да? По сути, вот за поворотом, вот где скала шли. Вот по прямой бы, да, пройти? Да. Но? Ну, нету тут прямого. Да. Подходим к точке водопой. А сейчас поближе к березке и направо сразу дрифтуем. Ну, не так, что близко. Там перед ней какая-то коряжная еще лежит справа. Там, где ветки касаются земли. Метро два заказа будет. Да, ближе к отмели, к правой стороне и дрифтом заворачиваем. Заворачивай. Ты говоришь английский? Да. Заворачивай. Что-то пони. Ты не видишь? Что, не видишь, говорю? Что-то так. Ну. Ага. Я в спорте не знаю. Ага. 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 Камни? Ага. Да, камень лежит. Большое главное. Здесь тоже. Ух, камень. Большое главное. А это от него уже могут быть усы. Да, краешка мы там. Ну, выйдем, быстренько посмотрим и свалим отсюда. Подходим к точке водопой. Ваня уже увидел песчаный берег. Здесь сейчас завал, насколько помню. В прошлый раз я байдарку прям протаскивал по берегу, потому как по завалам не пролезть было по воде, не пройти. На выходе из завала, там, может быть, на выходе ваня из поворота, могут быть завалы, бревна. Просто в нас тоже неудобно было. Оно вот так лежало, его никак не обойдешь, по диагонали смывает на него. Так, готовимся к завалам. Будем обходить сейчас как-то. Ближе к берегу. Да, я вижу, я говорю, что готовимся сейчас. Рулить. Аккуратненько. Не торопимся. Есть ли там проход, сейчас надо посмотреть за поворотом. Если нет, то сразу чалимся. Так вот я за поворотом говорю. Там бревна, видишь, как навалены. Ну, вроде нормально. Вот здесь бревну бы, она все прям перекрывала. Да, да. У меня все проходит здесь. А, не посмотрим, блин, вода затопила все. Ага, не посмотрим на следов. Ну, мы сейчас налево, да. Следы посмотреть хотел медведя. Да. Да, вот сейчас надо тут смотреть прям внимательно, смотреть, Ваня. И гребля прям аккуратная и полная. А, не видишь, чего он смирит? Да, я вижу. Я знаю, я тебе про то и говорю. Ходу, ходу, ходу. Полный ход. Все нормально. Наклонило борт. Почувствовал, мой? Нет? Прямо наклонило его, ударило. Я почувствовал. Я прям уж видел, как борт дернуло. Сейчас левым берегом. Там на выходе тоже препятствие. Нехорошее препятствие. А там только посередине пробиваться. Пробиваемся? Да, только посередине. И смотри, чтобы это вот не влево. Только не сильно влево. Только не влево. Все, понял. Видишь, где пены? Да, да, да. Нам справа пройти. Да, да. Пробиваемся? Да, аккуратно только идем. Все. Все в порядке? Угу. Ю-ху! Да. Ну, и все, сейчас на каком-нибудь острове остановимся, перекусим. Песочный? Ну. Давай на гальку встанем где-нибудь. Давай. А вон дальше, видишь гальку. Да, да, там остров галичный. Ну, мне понравилось. Хорошая мишка. Так, адреналинчик небольшой. Вообще, что ли, нет? Расслабился? Еще. Еще. Птичка гуляет. Я напрягся, куда мы боком пошли. Но, завернуло хорошо прям. Я напрягся. Или сюда встанем? Мм? Давай уже на гальку пойдем. Но, на гальку. Отклещения обрабатывались. Все, сейчас встанем на перекус маленько. Надо заправить баки внутренние. Слить другие баки. Ха-ха-ха. Да. Аккуратно здесь тормозим, чтобы не поцарапать. Все, так на воде ставим. О, и мы дошли. До обеда, правда, только дошли. Все, мы встали сейчас на перекусик. Надо нам немножко отдохнуть. Что-то подзадолбались, да? Не находишь? Коллега. Чуть-чуть есть такое, да. Давай поедим. Что у нас вот есть? Доставай. Я не буду. А? Нет, а что тут готовить? Ну, я тебе скажу, как бы еще далековато, да. Идти-то не близко еще. Ну да, подустали. Ой, качает. Так, мы прошли точку, ага. Ну, не знаю, наверное, не видно, но, короче, прошли мы точку водопой. Впереди точка 20 километров. После двадцатки, смотри, уже дорога начинается. Вот двадцатка. А вот уже дорога будет идти. Ну, и все уже. Нам там ходом. Да, сейчас надо телефон еще на зарядку поставить. Ну, вроде пока заряд держит. Ой. Все, перекусываем. Ммм. Хорошо. 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 Музыка Здравствуйте, здравствуйте! Поехали. Да, ну, вначале, просто покатаемся. Тут-турю, 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 давайте с нами, мы быстрее. Там катамаран. 24 то там чек 20 на европе коробу конечно холодная дяденька вода будет холодненько они сейчас еще час собираться короче будет потому что мы богато другой разговор чего-то тут вода неровная ямочный ремонт реки ямочный ремонт реки но 34 километра там еще 8 был камень одиноко стоящий маяк или как маяк но они еще даже не сели а у них реально 4 веслан всю команду они ж не грести собираются в конце концов отдыхать приехали грибите быстрее грибе 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 грибу куда бля туда бля уже четверо двое задних грибе бля грибу бля передние двое куда бля туда бля такой шалан да и долго длинного несколько метров катамаран там реально пока крикнишь пока звук долетит уже поздно поворачивать будет пока передадут там красно-белый соль такая ну это соль мрамор соль питерских сюда не пускать вот про эти вот полосы говорил короче инструктор рассказывал типа что это вот при к промыло за тысячи лет но я не знаю как будто они не похожи прям ее сам тек когда-то может как бы ну за счет эрозии коррозии подняла почва ну лед мед соль ништяк ништяк как говорит вампир ништяк ну чё там они нас догонят нет они 23 должны как на моторе идти как блинчик на глиссери но там еще двое должны снизу а висеть чтобы этот как якоря в воде чтобы не выдергивала там люди ходят люди люди ходят ходят там по моему брод здесь брод есть сетки дали наверное это точно вот к нам факел встреч здрасте здрасте тан-тан-тара там что-то короче у нас закрылась только сомнение что завтрашний день сплавляться не будем усталость река воды мало медленно течет там в русло непроходимыми и отмазывает конечно отмазали сейчас кажется надо что-то подустали уже но если воды мало обычно это малосые кричит там уже воды ну вон ко мне стоят а вот да совсем мелко вот так вот как бы лайк ооо так из асс мы почти дошли до тропы предков мы сейчас придем пока разложим сюда посмотрим подумаем все равно так как мы будем ночевать на мосту решили под мостом катамаран мы приберем чтобы не оставлять его на улице мало ли чё как могут посчитать за конкуренцию могут утром мы можем не досчитаться у катамарана еще что-то случится лучше короче приберем его на утром уже по самочувству посмотрим да я тоже сильно устал уже как бы плечи спина устала тяжеловато должны были сколько мы нормально по такой дистанции не ходили по реке нету лук недавно ходил мы с собой катались тогда две недели заходили просто это ну тут прям речка классно мне прям понравился люблю это речка классная можно даже делать там в середине остановочка с началкой прямо шикарно было ну ладно пока так ломанулись все-таки маршрута тоже не маленький 45 почти полтинник там сорок семь по-моему сорок восемь километров почти маршрут нормально вот там уже тропа предков начинается с нашей стороны начинается с той стороны она завершается это здесь на этой вершине в самой дальней там обряды проводились раньше вот короче сейчас тут налево и уже все связь короче павел не отвечает им еще не пробивая через скалы ну конечно такой камень куда-то прошибет туристы наши где-то отстали наши туристы мы их обогнали правильно говорить это не они отстали а это мы их обогнали это должен быть еще не полно покрылась помогая развести на вождение без предупреждения науку на поле мы чуть не спряли немного танцевать эй мы с ночи на земле и христианин полетят не дохнет снова ожидали парень людям светлой скрипи у блюдка шел артист тоже на плаще мертвый анартист ну что ж солнце садится день заканчивается а с ним заканчивается и наше небольшое путешествие получилось конечно не так как планировали хотелось бы снова пройти нижний участок отснять маршрут ведь на ютубе его еще нет но видимо не сегодня белый юс одна из красивейших рек нашего региона и я был рад сюда вернуться много раз обещал сыну показать эту реку и наконец-то это получилось немножко грустно что поход завершается ведь когда будет следующий неизвестно но это точно не конец всякое завершение одной истории это начало другой у нас впереди еще много планов и я надеюсь мы их реализуем всем кто досмотрел огромное спасибо надеюсь вам как и нам было приятно провести это время оставайтесь с нами с вами был канал дневники продяги и а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok